Итак, сейчас я покажу комплекс по набивке предплечья. Маленький короткий комплекс, который надо делать регулярно. Дело в том, что есть всегда комплекс базовый, маленький, который делается всегда на поддержке формы, или годится на начальном этапе, для тех, кто еще не занимался никогда. А есть комплексы серьезные, которые селективно прорабатывают отдельные какие-то части. Поэтому те комплексы, которые вы здесь можете видеть на ютубе, это все-таки маленький базовый комплекс, те, которые показываю я. Вот точно такой же комплекс, который хорошо годится для начинающих, и не только для начинающих, а для поддержки формы фаналит и предплечья со стороны большого пальца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Извали обязательно все это разминать и рестирать. Обязательно перед тем, кто будет набивать, надо обязательно разогреть предплечья. Я неспроста часто говорю, без слова, обязательно, потому что это необходимо. Ну, по глубине набивки вы сами знаете. Значит, если посмотрите, здесь на моем канале есть, смотрите, глубины набивки. Вот то, что сейчас я делаю, это поверхность набивки. То есть первый раз как уровень, да, в глубине набивки. То же самое. Надо внимательно следить за тем, чтобы максимальная плоскость ударной поверхности касалась, ну, по-моему, с вейком. В этом плане, значит, что у тебя в этом гимаре помертон вообще на пользу. Потому что перекрывается максимальная зона, видите какая, вот отсюда, вот до сюда, вот она стала красная. Вот какая зона перекрывается. Вот отсюда и вот до сюда. И в этом преимущество перед узкими гимарами, когда она постоянно руку двигается куда-то. Здесь сразу все закрывается. Вся зона цвета. Растираем хорошо. Это тыльная поверхность. Да, кстати, эту набивку можно делать и нужно делать. В варианте, что-то правая нога стрелять и правую руку двигаете, как-то левая нога стрелять и правую руку двигаете. И диабол-вариант, и воин-вариант тоже прорабатывать надо. И все так удары делаются. И такой, и такой. То есть ног меняется и не станет. Это надо делать. Но вы выбираете каждый день какой-то свой вариант. Либо комбинируете по 10-2, так делаете по 10-2. Это на выбор. И так ты мне покажешь. Стираем. Левая рука. Левая рука. Левая рука. В ладонной поехали. В ладонной поехали. Стираем. Левая рука. Левая рука становится ярко-красной. Гиперемия приливает кровь до такого состояния. До сняков набивать не надо. Кстати, при глубокой набивке надо делать. Гиперемия будет менее выражена. Чем поверхностнее мы набивку делаем, тем больше воздействуем на поверхностные ткани. И, соответственно, они у нас себя и проявляют вот таким вот образом. А если я буду на глубину набивку сейчас делать, такой ярко-оруженной гиперемии на руках не будет. Со стороны мизинца. Можно в виде шуто, но только не кисти, да? Можно с обжатным клапом проводить вот этот слой. Это на выбор. Поехали. и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и все. Весь комплекс на предплечье. Весь комплекс на предплечье. Весь комплекс на предплечье. Весь комплекс на предплечье. Продолжение следует...